Продолжение следует... 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 Все нормально. Звонит телефон. Не люблю, когда звонит телефон. Капитан Бронюхин служит. Говорит начальник особого отдела милиции. Прошу срочно зайти ко мне по очень важному делу. Слушаюсь, товарищ генерал. Я кладу трубку. Проверяю револьвер. Быстро надеваю шляпу и плащ. Беру зонт и еду в центр города. На работу я обычно еду на автобусе или на метро. Сегодня я очень спешу. Я беру такси. И через 15 минут я уже в приемной генерала Иванова. В кабинете генерала идет спор. Я слышу только отдельные слова. Ключи? Дача? Музыканты? Я вхожу в кабинет. Там сидят генерал Иванов и молодая девушка. А, капитан Бронюхин. Проходите. Это моя дочь Маша. Очень любит рок. Познакомьтесь. Очень приятно. Бронюхин. Маша ничего не отвечает и быстро уходит из кабинета. Генерал Иванов недовольно смотрит и затем начинает говорить. В нашем городе происходят разные события. Воруют деньги, автомобили, магнитофоны, картины. Мебель, ботинки, перчатки и куртки, журналы, газеты, ножи и вилки, чашки и ложки, овощи и фрукты на огородах. Это нормально. Да, это нормально. Но когда воруют учебники, это ненормально. В нашем городе исчезают учебники английского языка. Да, когда пропадают учебники, это ненормально. Учителя английского языка беспокоятся о том, что скоро не останется ни одного учебника в университете, педагогическом училище, политехническом институте и даже в художественном училище. Кстати, капитан Пронюхин, вы говорите по-английски? Я сам. То есть я более или менее понимаю по-английски. Могу говорить, но не умею писать. Ну что же, тогда вы должны выяснить, что происходит. Кроме того, в консерватории воруют барабаны. Разберитесь. Слушаюсь, товарищ генерал. Продолжение следует... Я сижу в своем кабинете и думаю о странных событиях в Демнограде. Что делать? Где начать? Надо ехать на место преступления. Куда? В университет. Да. Где находится университет? На какой улице? Конечно, я уже знаю адрес. Но все равно я смотрю на план города. План висит на стене. Университет находится на университетском проспекте. А милиция находится на улице Толстого. Это недалеко. Я иду пешком. Думаю, что это сложное дело. Так много вопросов, что голова идет кругом. Трудно быть следователем. В университете шли занятия. Было тихо. Пронюхин вспоминал свои студенческие дни в университете и слова Пушкина. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Только одна студентка стояла, смотрела в окно и плакала. Пронюхин долго смотрел на нее, а потом подошел к ней. Скажите, пожалуйста, где находится кафедра английского языка? Она находится на втором этаже, комната номер 25. Почему вы плачете? Что случилось? Мой учебник английского языка исчез. Я теперь не могу сдавать экзамен. Когда будет экзамен? На следующей неделе. Не надо плакать. Я обещаю, что все будет окей. О, вы говорите по-английски? Яс, мэм. Кстати, на каком факультете вы учитесь? Я учусь на филологическом факультете. На четвертом курсе. А где был ваш учебник? Он всегда лежал у меня в общежитии, в комнате. В книжном шкафу на третьей полке. Что вы делали вчера вечером? Я ходила на дискотеку. Когда я вернулась, комната была открыта. И учебник на полке не лежал. А вы видели кого-нибудь в общежитии? Да, там стоял незнакомый молодой человек. У него была странная прическа, и он был в черной маске. Это интересно. Вы видели еще кого-нибудь? Да, я видела дежурного. Слышала музыку и шум в соседней комнате. Наверное, там была вечеринка. Да, и красные следы на ковре. Вы хотите сказать, что это была кровь? Нет, что вы. Это была просто глина. Больше ничего не видели? На лестнице я видела свою подругу Нину. Там также был... Вася. Они целовались. Они всегда целуются на лестнице. Вот мой номер телефона. Позвоните, если что-нибудь произойдет. Позвоните, если что-нибудь произойдет. Пронюхин шел из университета по улице Толстого и решал, что он будет теперь делать. Пронюхин ехал на автобусе номер девятнадцать и думал о том, что дело запутанное. Было много вопросов без ответов. Где? Когда? Кто? Часто или редко? Да, все не так просто, как казалось сначала. Теперь он думал о том, что если завтра или послезавтра он не найдет похитителей, студенты не будут сдавать экзамены, бизнесмены не будут знать английского, международные связи будут прерваны. Пронюхин приехал в училище. Он вошел в комнату, где была надпись «Администрация». В комнате сидел за столом человек. У него было серьезное выражение лица. Он что-то писал. Скажите, пожалуйста, здесь находится администрация педагогического училища имени С.Д. Сиорана. Я администрация? По какому делу? Следователь Пронюхин. По делу об исчезновении учебников английского языка. Главный бухгалтер Марков Егор Кузьмич. Директор в командировке. Как я могу вам помочь? Я хочу знать подробности происшествия. Вчера в нашем училище был весенний бал. Наши девушки обычно приглашают ребят на бал. Они танцевали весь вечер. Под какую музыку они танцевали? Под классическую. Битлз. Понимаю. А где вы были в это время? Ужинал у себя в кабинете. Было что-нибудь необычное? Я слышал, как хлопнула дверь в кабинете английского языка. Я пошел посмотреть. Дверь была открыта. Комната была пуста. Учебники больше не лежали на полках. Что-нибудь еще? Я услышал мотоцикл на улице и вышел посмотреть. И что вы видели? Ничего. Только красные следы на асфальте. Вы хотите сказать, что это была кровь? Нет. По-моему, это была просто глина. Бухгалтер больше ничего не мог сказать. Паранюхин оставил свой номер телефона. Потом вышел во двор и долго изучал следы на дороге. Это была действительно глина. Красная глина. Паранюхин стоял и думал. Да, сейчас надо идти в консерваторию. Там исчезли барабаны. В консерватории никого не было. Только маляр стоял и красил двери. Паранюхин долго наблюдал, как он работал. Затем спросил. Почему здесь так тихо? Слава богу, занятия уже кончились. Все уже ушли домой. Я один здесь. Голова болит от этой музыки. Закуривай. Спасибо. Не курю. Молодец. А я никак не могу бросить. Хотя жена ругается. Как говорят, кто не курит и не пьет, тот до смерти доживет. Это точно. А знаешь, ночью была кража в консерватории. Правда? Да. Украли все барабаны. Воруют всякую дрянь. Вчера я красил стены в фирме Интерпром. И слышал, что у них пропали все словари. Какие словари? Англо-русские и русско-английские. Кому они только нужны. Я тоже хотел бы это узнать. А кто украл барабаны? Я не знаю. Но говорят, что ночью слышали шум мотоциклов. А утром нашли много грязи на полу. Какая грязь? Да глина. Красная глина? Да, красная. А ты откуда знаешь? А где находится Интерпром? Ну, здесь рядом малый переулок. Прямо напротив магазина одежда. Ну ладно, я должен работать. Маляр продолжал красить двери. Пронюхин понял, что маляр больше ничего не скажет и вышел из консерватории на Московский проспект. Он пошел по улице в сторону фирмы Интерпром. Пронюхин уже понимал, что барабаны и учебники украли одни и те же люди. Теперь он хотел узнать, почему пропали словари в Интерпроме. Пронюхин прошел в офис. В комнате за столом сидела молодая женщина и красила губы яркой помадой. На столе были печатная машинка, два телефона, факс, автоответчик и электрическая кофеварка. Где я могу видеть президента фирмы? У вас назначена встреча? Нет, но мне очень нужно с ним поговорить. Президент в командировке. У него есть заместитель? Да. Роберт Васильевич Контактов. Он у себя в кабинете, но он очень занят сейчас. У него важные переговоры с представителем иностранной фирмы. Я не знаю, как он справляется без словаря. А что, у вас нет словарей? Дело в том, что вчера совершили нападение на наш офис. К счастью, ничего не пропало, только словари. Какие словари? Англо-русские и русско-английские. А как это случилось? Двое молодых людей в кожаных куртках и черных масках пришли поздно вечером в офис и унесли все словари. Откуда вы знаете, как они выглядели? Наш сторож Иван Васильевич хорошо видел их, когда они его закрывали в туалете, чтобы он не мог позвонить в милицию. Они были на мотоцикле? Да. Иван Васильевич слышал, как они уехали. Мне так нравится французская косметика. Кстати, как вас зовут? Лариса Григорьевна Петренко. Красивое имя. Мне нравится. А меня зовут просто Паша. А что вы делаете сегодня вечером? Ничего. Может быть, поужинаем вместе в ресторане? С удовольствием. Тем более, что мой муж в командировке, а сыну бабушке. Ну, тогда в семь часов вечера в ресторане Дивна. А как же встреча с Робертом Васильевичем? В другой раз. До вечера. Пока. Пронюхин понимал, что одни и те же люди украли и барабаны в консерватории, и учебники английского языка, и словари. Он знал, что они ездят на мотоциклах, ходят в кожаных куртках, носят странную прическу и маски. Но кто они? И зачем им нужны барабаны и английские словари? Этого он еще не знал. Пронюхин вышел на улицу. Напротив была Никольская церковь. Там шла служба, горели свечи, пел хор. У Пронюхина не было определенного плана действия. Он не знал, что делать дальше. Дождь закончился. Последние лучи солнца красили город золотом. Мокрый асфальт отражал башню телестудии, трехцветное знамя на здании горсовета, церковь и памятник Пушкину на площади. Поэт смотрел вдали, как бы говорил Пронюхину. Чего тебе надобно, старче? Но у Пронюхина не было ответа. Паша читал стихи на памятнике Пушкину. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Пронюхин долго смотрел на эти стихи. Потом он задумчиво шел по улице, повернул направо и вышел на набережную. Несколько мальчиков сидели на берегу у моста и ловили рыбу. Невдалеке заиграл джаз-оркестр Весторана Парус. Грустная мелодия блюза уносила Пронюхина далеко-далеко, туда, где вертится рулеткой сверкающий город, где жизнь вечный праздник. В город Нью-Орлеан, в Чикаго, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес. Пронюхин перестал мечтать. На часах было без четверти семь. Ему надо было идти в ресторан. Лариса обещала прийти в семь часов. Пронюхин купил розы на углу рядом с кондитерской, быстро перешел улицу и остановился у входа в ресторан. лариса 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 лариса, конечно, опоздала на 15 минут. Пронюхин уже начал думать о том, что его обманули, и решал, куда выбросить розы Но в это время перед рестораном остановилось такси И из машины вышла Лариса в шикарном вечернем платье Она улыбалась своей легкомысленной улыбкой Пронюхин ничего не сказал по поводу ее опоздания и презентовал ей розы Они вошли в зал и заняли столик у окна За соседним столом сидели молодые люди в кожаных куртках и джинсах Паша увидел, как к ним подошла Маша, дочь генерала Иванова Она что-то сказала и оставила на столе пакет Она увидела Пронюхина и быстро ушла Пронюхин был немного удивлен Молодежь, подумал он Официант предложил меню, и они стали внимательно читать его Хотите что-нибудь выпить? У вас есть шампанское? Нет, у нас есть хорошее грузинское вино Паша, посоветуй, что мне выбрать? Бутылку цинандали и пиво Жигулевское Будете заказывать ужин? Я на диете Мне, пожалуйста, салат и рыбу Салат Борщ Антрекот с капустой и жареной картошкой Официант ушел Лариса и Пронюхин сидели за столом Беседовали, пили вино и пиво Слушали музыку Лариса пробовала угадать, кем работает Паша И никак не могла Они танцевали Лариса сказала, что ей больше всего нравится танго Во время перерыва Пронюхин подошел к оркестру, чтобы заказать танго И тут он заметил, что ботинки у гитариста были запачканы глиной Красной глиной Вы играете танго? Эй, мужики, мы играем танго Дядя хочет размяться С тебя штука, дядя Хорошо Две штуки Вы играете танго, и ты снимаешь ботинки Ботинки? Зачем тебе мои ботинки? Вопросы буду задавать я Следователь Пронюхин Ну что ж, если так надо Пронюхин взял салфетку Завернул ботинки и вернулся к столу Он бросил деньги на стол и сказал Ларисе, что он должен срочно уйти Она пыталась его убедить остаться Но он взял ее под руку и быстро направился к выходу По дороге Пронюхин рассказал Ларисе, что в городе похищают учебники английского языка Словари и барабаны И везде на месте преступления остаются следы красной глины Точно такой же, как на ботинках у того музыканта Вот почему он взял у него ботинки Надо сделать анализ и определить, где в городе есть такая глина И тогда он сможет поймать преступников Они шли по улице, когда позади послышался грохот мотоцикла Кажется, это за нами Что ты собираешься делать? Бери ботинки и неси их в милицию Там передашь дежурному и скажешь Что капитан Пронюхин просит срочно сделать анализ глины в лаборатории А как же ты? Со мной ничего не случится Иди скорей Лариса скрылась за углом Двое в кожаных куртках и масках подъехали к Пронюхину на мотоцикле Ну что, дядя, поносил обувь и верни Какую обувь? Дядя не понимает, какую обувь надо вернуть Вася, объясни ему Вася медленно сошел с мотоцикла и достал из кармана большой нож Пронюхин отошел на несколько шагов в сторону И хладнокровно достал револьвер из-под плаща Вася неуверенно остановился и вопросительно посмотрел на другого мотоциклиста Кому здесь нужна обувь, подходите А у дяди машинка Мотоциклист оценил ситуацию и сказал Вася, поехали в следующий раз Вася спрятал нож и сел на мотоцикл Мотоциклист нажал на газ и они скрылись за поворотом Пронюхин снова засунул револьвер под плащ Немного подождал и потом быстро отправился в милицию за Ларисой Пронюхин узнал, что Ларисе удалось отдать ботинки дежурному Но результаты анализа будут готовы только утром следующего дня Паша вернулся домой поздно вечером Разделся Принял душ Заварил индийский чай Он лег на кровать и долго не мог уснуть Он смотрел на голые стены своей однокомнатной квартиры У него не было ни магнитофона, ни телевизора, ни стереосистемы И, конечно, не было видика Вся его мебель состояла из стола, двух стульев, диван-кровати И большой книжной полки с полным собранием сочинений Пушкина На полу лежал старый ковер В углу стоял пылесос Пронюхин не мог терпеть пыли Воспоминания не давали ему покоя У него в голове вертелись стихи Пушкина Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне Он закрыл глаза И перед ним поплыли события дня И сцены из его прошлого Вот Кокетли улыбается Лариса Потом ее улыбка становится немного грустной И Пронюхин видит, что это уже не Лариса, а Ольга, его невеста Она погибла в автокатастрофе за месяц до их свадьбы Затем все исчезает И Пронюхин с удивлением наблюдает, как по тротуару шагают большие грязные ботинки Они растут, увеличиваются Они едва умещаются на дороге Давят автомобили, автобусы, трамваи А вдалеке слышится грохот барабанов Он приближается, он все ближе и ближе Грохот становится невыносимым Пронюхин просыпается и открывает глаза Стучали в дверь Паша быстро встал, надел халаты, тапочки Проверил револьвер И подошел к двери Кто там? Это я, Петрович, сосед Пронюхин спрятал револьвер и открыл дверь На пороге стоял его сосед снизу, Василий Петрович В пижаме с испуганными глазами В чем дело, Петрович? Паша, видимо ты забыл закрыть воду в ванной У нас капа из потолка Пронюхин бросился в ванную Действительно, вода была открыта На полу плавали его носки и полотенца Он быстро закрыл воду Всю ночь он убирал воду и сушил вещи Надо будет сделать ремонт в квартире Василия Петровича Утром Пронюхина ждал еще один сюрприз Он проснулся, вспомнил события прошлого дня И решил позвонить в лабораторию Чтобы узнать результаты анализа глины То, что он услышал, поразило его Ему сказали, что генерал Иванов Запретил выдавать Пронюхину результаты Паша набрал номер генерала Генерал Иванов слушает Товарищ генерал, говорит капитан Пронюхин По вашему приказу я расследую дело о похищении учебников Я хотел узнать, почему мне не выдают результатов из лаборатории Капитан Пронюхин Я вам приказываю немедленно прекратить расследование этого дела Займитесь чем-нибудь более серьезным Да, но... Никаких но! Вы меня хорошо поняли? Да, понял Выполняйте приказ Генерал положил трубку И Пронюхин еще некоторое время В растерянности слушал гудки Он был ошеломлен Ему казалось, что он напал на след И скоро найдет преступников И вдруг Он выпил крепкого кофе, чтобы сосредоточиться Съел бутерброд с колбасой Подумал немного И потом решил пойти в спортивный комплекс Бронюхин вышел из дома Повернул направо и направился к станции метро Речной вокзал Он спустился по лестнице вниз Купил несколько жетонов для проезда на метро Опустил один жетон в автомат И прошел на платформу Через несколько минут подошел поезд И Паша вошел в вагон Голос в громкоговорителе сообщил Что следующая станция Стадион Пронюхин вышел из метро Перешел через улицу Шаляпина И вошел в спортивный зал Там готовили спортсменов К международным соревнованиям В раздевалке Пронюхин переоделся в спортивный костюм и кроссовки Там он встретил тренера Привет, Паша Давно тебя не видел Здравствуйте, Василий Иванович Было много дел Я был очень занят Ты чего такой грустный? Да нет Все нормально Мой совет Пей соки Занимайся физкультурой И все будет в порядке А, кстати Ты смотрел вчера хоккей? Нет Не было времени Канадская команда победила наших Эх Жаль А что еще нового в спорте? Да вот Закрывают стадион на три дня Здесь будет рок-концерт Мне сказали Только сегодня утром Они еще немного разговаривали О разных спортивных делах Потом Пронюхин пошел в зал тяжелой атлетики Чтобы качаться Когда он себя особенно плохо чувствовал Он приходил сюда Тренировка Тренировка помогала ему сосредоточить свои мысли Пронюхин шел из спортзала Он никак не мог понять Почему генерал Иванов запретил ему расследовать дело За этим была какая-то тайна И он решил раскрыть ее Несмотря ни на что Но что делать? У него не было результатов анализа глины Мотоциклистов невозможно было найти Он понимал Что существует какая-то связь между ними и Машей Дочкой генерала Но что было общего между ними? Пока он размышлял об этом Он шел по улице Ломоносова Дошел до моста И перешел на другой берег Дивны Незаметно для себя Он оказался у ворот парка культуры Прямо напротив фирмы Интерпром Где работала Лариса Он вошел в парк Светило солнце Пели птицы И вся природа говорила Пронюхину Оставь свои мысли Радуйся жизни Забудь обо всем Паша сел на лавку рядом с одной пожилой дамой Которая прогуливала свою собаку Закрыл глаза и подставил лицо солнцу Через несколько минут Он услышал голос соседки Прекрасная погода Не правда ли, молодой человек? А что вы такой хмурый? Что-нибудь случилось? Да нет Ничего не случилось Просто есть вопросы На которые я хотел бы получить ответы В тот момент Пронюхин опустил глаза Зай с удивлением остановил взгляд на резиновых сапогах пожилой дамы Вот, например Где вы испачкали сапоги такой красной глиной? Ну, это не вопрос Об этом все знают Такая красная глина есть только в одном месте Рядом с деревней Девинкой За городом Я вчера была там на даче И не успела выводить сапоги Большое вам спасибо Пронюхин быстро встал и направился к выходу Пожилая дама посмотрела ему вслед и подумала Странный молодой человек Прилично выглядит, но пьяный с утра Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика То разгулье удалое То сердечная тоска Пронюхин решил как можно скорее разобраться во всем Он пошел к стоянке такси Чтобы отправиться за город К дачному месту Недалеко от деревни Девинки Он был там много раз в гостях у своих друзей Играл в волейбол Загорал на берегу Девны И только сейчас он вспомнил Что именно там он видел эту ярко-красную глину Как же он раньше не мог догадаться Пронюхин подошел к стоянке такси Там в машине сидел одинокий водитель Паша услышал тоскливую песню Которую тихо напевал водитель Пока ждал клиентов Паша спросил водителя Шеф Надо срочно съездить на дачу рядом с Девинкой Как будем платить? По счетчику, конечно Не поеду Там плохая дорога, глина На обратном пути пассажиров наверняка не будет И кроме того придется помыть машину Хорошо Я плачу в два раза больше, идет? Так садись, дорогой По дороге к Девинке Пронюхин заметил Как позади на большой скорости к ним приближается мотоцикл Мотоциклисты обогнали такси и скрылись впереди Пронюхин увидел только кожаные куртки Но не успел разглядеть лица Это интересно, подумал Пронюхин Кажется, я на верном пути И скоро будет развязка Пронюхин обратился к водителю такси А что это Девинка? Тихое место? Да деревня как деревня А вот на дачах по выходным дням много народу Шум, гам А теперь вот еще музыка по вечерам А что за музыка? Да молодежь веселится Поют что-то не по-русски Пронюхин вышел из такси у ворот дачного кооператива Заплатил таксисту Проверил револьвер И медленно пошел по аллее между дачами Пронюхин без труда нашел то место К которому он так стремился Он пошел на звуки музыки Которые слышались из одной двухэтажной дачи На берегу реки Девны Когда Паша подошел ближе Он увидел мотоцикл Который стоял у ворот дачи Значит мотоциклисты тоже были здесь Пронюхин обошел дом И осторожно поднялся по железной лестнице Окно было открыто И из комнаты он слышал голоса Он увидел через окно четырех музыкантов И сразу узнал гитариста из ресторана Девна Два мотоциклиста Которых он видел в ресторане И которые пытались отнять у него ботинки гитариста Тоже были в комнате Они доставали с чемодана какие-то книги И там же была Маша Дочь генерала Иванова Пронюхин быстро вскочил в комнату Достал револьвер и громко крикнул Руки вверх! Всем оставаться на местах! Все замерли И с удивлением смотрели на него Пронюхин медленно и осторожно подошел к столу И посмотрел на книги, которые лежали на столе Это были учебники английского языка И англо-русские словари Он открыл один из них И увидел штамп библиотеки Педагогического училища имени С.Д. Сиарана В следующий момент произошло неожиданное Паша услышал знакомый голос Капитан Пронюхин, уберите оружие! Пронюхин повернул голову И увидел генерала Иванова Который стоял у двери У генерала в руках был револьвер Пронюхин медленно положил свой револьвер на стол Паша не понимал, что происходит Но подчинился приказу генерала Иванова Мотоциклисты воспользовались замешательством Пронюхина И выскочили через заднюю дверь Паша бросился за ними Но снова услышал приказ генерала Остановитесь, капитан Пронюхин! Страшное подозрение о связи генерала Иванова с мафией Родилось в голове Пронюхина Паша не мог поверить своим ушам Когда генерал высказал следующие слова Маша, будь добра, поставь чай Вам наверняка будет интересно узнать Чем закончилась эта история исчезновения учебников и барабанов Почему так странно вел себя генерал Иванов И какая была связь между преступниками и Машей, дочерью генерала Но об этом мы расскажем вам в следующем эпизоде Генерал Иванов, капитан Пронюхин, Маша и музыканты Сидели за столом на даче Пили чай с малиновым вареньем И беседовали о невероятных событиях Так это ваша дача, товарищ генерал? Так точно, это моя дача И вы не знали, что Маша взяла ключи от дачи? Нет, не знал Я догадался об этом, когда не нашел ключей у себя в столе Маша, зачем вам нужны были ключи от дачи? Дело в том, что мои друзья-музыканты очень талантливые Недавно одна западная фирма звукозаписи Предложила им гастроли на Западе Для этого надо, конечно, знать английский язык Они должны исполнять песни на английском И я решила им помочь И что вы сделали? Я дала объявление в газету о том, что куплю учебники, словари и барабаны Кстати, вот эта газета Я отдала деньги за учебники и барабаны тем ребятам Которые только что убежали отсюда Так что вы не знали, что это были ворованные книги и барабаны? Ворованные? Конечно, не знала Товарищ генерал Почему вы запретили мне заниматься этим делом? Когда я узнал результаты анализа глины И прочитал объявление в газете Девноградская правда О покупке учебников и барабанов Я сразу понял, что моя Маша попала в историю И решил сам разобраться Я, конечно, не хотел скандала Ну, товарищ генерал Вы мне помешали задержать преступников Капитан Пронюхин Я уже 40 лет работаю в уголовном розыске Еще ни один преступник не ушел от меня Посмотрите в окно Пронюхин подошел к окну И увидел машину генерала Мотоцикл, несколько милиционеров и мотоциклистов в наручниках Капитан Пронюхин Так закончилось дело номер 307 Которое мы назвали генеральская дочка Прошло два месяца Был суд и преступников посадили в тюрьму Рок-группа Ангелы и Демоны уехала на гастроли в Америку Судя по статьям в Девноградской правде Они пользуются там огромным успехом Дочь генерала Иванова стала главным администратором рок-группы И путешествует вместе с ними Недавно генерал Иванов ушел в отставку Он теперь выращивает цветы на даче На днях Пронюхину позвонила Лариса и захотела встретиться Она все еще работает в фирме Интерпром Оказалось, что ее муж, который был за рубежом в командировке Недавно сообщил о своем решении остаться на Западе Он собирается развестись с Ларисой и жениться на богатой вдове из Канады Лариса заинтересовалась стихами Пушкина После разговора по телефону с Пронюхиным Она написала ему письмо Когда Паша открыл письмо Он нашел следующую цитату из Евгения Онегина Пушкина Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши Быть может, это все пустое Обман неопытной души И суждено совсем иное Но так и быть Судьбу мою Отныне я тебе вручаю Перед тобою слезы лью Твоей защиты умоляю Вообрази Я здесь одна Никто меня не понимает Рассудок мой Изнемогает И молча гибнуть я должна Я жду тебя Пронюхин много раз перечитывал письмо Ларисы И не мог решить, как ответить Наконец он взял ручку и бумагу И написал длинный и сложный ответ Да Произошла и другая большая перемена в жизни Пронюхина Он купил цветной телевизор Подержанный Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok